Доброе утро! В эфире новости, которые приближают выходные. Здравствуйте! Напоминаю, что каждую неделю вы можете слушать новости «Дизель утро» на радио «Пятница». Темой номер один этой недели стало снятие с повестки дня заседания Совета директоров Международного валютного фонда вопроса о выделении Украине очередного миллиардного транша. Больше всего решения об отстрочке и выделении денег ударило по депутатам Верховной Рады. Кому-то пришлось отложить покупку автомобиля, кому-то сдать билеты и отменить полет на Мальдивы, а кому-то вместо шестиэтажной виллы придется довольствоваться трехэтажным. На заседании Кабмина Владимир Гройсман показал видео-подборку, которая отображает критическое состояние украинских дорог. Да, многие уже успели отметить, что на видеоподборке, представленной премьер-министром, не хватало только музыки. Money, 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 must be funny, is the rich man's world. Посмотреть видео о состоянии дорог могут не только министры, но и обычные украинцы, набрав в интернете запрос «Кадры лунохода с поверхности Луны». В Украине впервые отстранили от работы депутата местного совета. Ура! Так сказать, первый пошел! Решение о прекращении полномочий депутата городского совета в Каменском, в Днепропетровской области, было принято из-за отсутствия работы депутата с избирателями в округе. По заявлению самого депутата, он крайне удивлен данным решением, так как, когда он покупал себе эту должность, никто не предупреждал его, что нужно будет еще что-то делать. Я не пойму, почему не отстранить тогда всех депутатов Верховной Рады по этой статье? Саш, ты что? То, что делают депутаты Верховной Рады со своими избирателями, назвать отсутствием работы нельзя. Скорее, это секс без обязательств. Ну да. Верховная Рада не смогла назначить Найджела Брауна аудитором Национального антикоррупционного бюро. За решение проголосовали 200 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах. При другом любом голосовании в Раде 26 голосов можно было легко добрать, дав взятку 26 народным депутатам. Ну а купить голоса при голосовании на утверждение аудитора антикоррупционного бюро, ну, было бы совсем кощунством. Ты думаешь? Ну, да. Меркива Виталий Кличко в одной из телевизионных программ рассказал, как подчиненные называют его за спиной. По заявлению Виталия Владимировича до него доходили следующие клички. Босс, Кшес и кое-кто даже называет его Большой. Мы еще раз убедились, что до Виталия Владимировича не доходит все. Вернее, не все доходит. Да. Да, так как кличик за три года его пребывания на посту мэра Киева у него намного больше. Ну, взять хотя бы, к примеру, мафосносец. Ну, или сносомаф. Ну, или маху... Тихо-тихо-тихо-тихо. У нас все-таки утренняя программа сегодня. Ну, где-то я хотел сказать. Мафахук. Ну, я имею в виду мафахук. Ну, хук, удар. Неплохо выкрутился. Мэр Львова Андрей Садовый предложил сделать в Чернобыльской зоне свалку для мусора со всей страны. В качестве резервного полигона. Если мусоромэр, кстати, не путать с мафосносом, продолжит в том же духе, то в качестве резервного полигона для мусора можно будет использовать его кабинет. Так как после таких заявлений в этом кабинете явно освободится место. Кстати, некоторые активисты в ответ предложили накрыть саркофагом не только Чернобыльскую АЭС, но и кабинет мэра Львова. Российская Дума приняла закон об ограничении на денежные переводы с помощью платежных систем из РФ в Украину. Больше всего этой новости обрадовались минские банки. Ведь схема-то рабочая и уже отработана на авиакомпаниях при перелетах из Москвы в Киев через Минск. Теперь будет так. Рубли, зайчики, доллары. Так, может, гривны? А потом уже гривны. С каждой операцией нужно таки как-то зарабатывать. Понятно. Автоваз отзывает более ста тысяч автомобилей Лада Калина и Гранта. Ну, меня, например, смущает цифра отозванных автомобилей. Ведь желающих вернуть машину, сделанную на автовазе, в России намного больше. Точно. В центре Москвы была обстреляна студия Никиты Михалкова. Как было уточнено позже, после просмотра видео с камер наблюдения, обстрел велся из рогатки. Да, холостой щебенкой. Стоит отметить, что само видео из камер наблюдений, на которых запечатлен обстрел в студии, набрало больше просмотров, чем последние фильмы Никиты Сергеевича. В Индии суд признал две реки юридическими лицами и живыми существами, со всеми вытекающими правами и обязанностями. Мы считаем, что нужно последовать примеру индийского суда и признать живыми существами украинские дороги. И сразу занести их в Красную книгу. Может, хоть тогда у Караптадор перестанет над ними издеваться. В столичный гидропарк закупили аттракционов на 7 миллионов гривен. Подробнее об этом смотрите в нашей следующей рубрике «Фотоотчет за неделю». Доброе утро! Решение обновить парк аттракционов напрашивалось уже давно. Ведь большинство горок устарели. Некоторые просто установлены не в том месте. Много аттракционов рассчитаны только на зимний период. Но чтобы новые горки не поломали вандалы, аттракционы придется оградить. В Киеве в одном из парков открывается сезон рыцарских боев. Поклонников средневековой культуры теперь можно будет увидеть везде. К сожалению, не у всех рыцарей есть деньги на настоящие доспехи. На неделе во всем мире праздновали День Счастья. Ни для кого не секрет, что у каждого свое понимание счастья. А некоторые счастливы каждый день благодаря одному чудотворному растению. Подробнее об этом смотрите в нашей следующей рубрике. Городской глава города Глухов, что в Сумской области, объявил о планах открыть в городе первый в Украине центр терапии марихуанной. Медицинский центр может появиться в течение трех месяцев во время урожая конопли. В связи с этим мы пригласили в студию эксперта в области лечения марихуаны Евгения Конопляненко. Может, Евгений Конопляненко? Вы футболист? Не, я Конопляненко. Я не футболист. Но тоже неплохо забиваю. Ага, ну прекрасно. Мэр Глухов заявил, что медицинский центр может появиться в течение трех месяцев во время урожая конопли. А откуда он знает? Ну, что знает? Что у нас через три месяца урожай будет? Попалил! Ага, не понимаю. Скажите, Евгений, если центр все-таки откроется, в чем будет состоять главная особенность? Это будет единственное место, где шоколадку врачу реально решит любой вопрос. Ну, а если вы еще водички санитару принесете или каких-то шняжек вкусных, то вообще будете любимым пациентом. Да, забавно. У вас, кстати, водички не будет? Да, вот, пожалуйста. Спасибо. Я вижу, вы уже полечились? Ага, только с процедурочной. Расскажите, есть ли какие-то побочные действия от лечения марихуаны? Что-то случилось? Нет, это один из побочных действий. Понятно. Что обязательно должно быть в центре лечения марихуаны? Расскажите, пожалуйста. Должен быть бассейн. Для чего? Ну, вот представьте, идете, вы такие, глаза у вас красные, а полиция вас останавливает и спрашивает, а почему у вас глаза такие красные? Ну, почему бы так и не ответить? Я был на процедурах в центре лечения марихуаны. Вам никто не поверит? Думаете? Ну, конечно. Ну, а что делать? Неужели врать? Зачем врать? Честно скажите, иду из бассейна? А вы не переживаете, что, ну, как и со всеми другими медицинскими учреждениями, возникнет проблема нехватки оборудования? Не-не-не, никаких проблем. Глухове полно пластиковых бутылок, так что оборудование будет всегда. То есть это все, что нужно из оборудования? Нет, конечно. Еще нужно будет купить диск с мультиками и приставку игровую. Ну, а так как это будет украинский медицинский центр, возможно ли нехватка самого, так сказать, лечебного препарата? Да вы чего? У нас проверенный дилер, то есть поставщик. Все закупки ведутся через сайт Прозора. Как? Это что, даже никто не заметил, что там такое закупают? Ой, там такие дела проводят, и никто не замечает. А вы спрашиваете про какую-то мелочь. Ну, хорошо. Чем еще будет уникальна эта клиника? А, это будет единственная клиника в Украине, в которую будут ездить, лечиться из Германии, а не наоборот. У них там с этим строго. А планируется ли приглашать в клинику зарубежных специалистов? А зачем? У нас на Троещине полно своих специалистов. Как сказать, хорошая база. Институты? ПТУ. А что еще в планах вашей клиники? Ха-ха-ха, в планах. Ха-ха-ха. У нас же центр лечения марихуаны, поэтому у нас в планах план. Ха-ха-ха. Не совсем понятно. Ну что ж, дорого ли стоит ваше лекарство, скажите, пожалуйста. А вы много брать хотите? Да я просто интересуюсь. Ну, я могу вам дать на пробу. А, подождите, какую пробу? Ну, попробовать не хотите? Да вы что, как вам не стыдно, что вы такое мне предлагаете? Коля, выключи камеру. Вы знаете, вообще-то, честно говоря, у меня в последнее время голова болит, депрессия часто. Как специалист я вам выпишу рецепт. А что, на эту штуку еще и рецепт выписывается? Конечно. Хотите, покажу, какой рецепт там выписывается? Ой. Да что ж вы... Как же... Твою мать. Без препарат рассыпал. Ну, ничего страшного. Мы сейчас соберем с Колей, с оператором. Коля, у тебя же тоже голова болит? Да? Депрессия у тебя что ли? Ну, ну вот, иди помогай. Ах, какая душистая, да? Да, чувствую, да, ароматная. Уже прошел, депрессия прошла уже. Да, депрессия прям вот, отходит, отступает. А теперь и головная болта. Коля, ну ты несешь мне. Разработчики придумали, как разблокировать смартфон движением губ. Ну, правильно. Чем заработала на телефон, тем пусть ее разблокируют. Да и вообще, твои эти разработчики немного опоздали. С помощью губ уже давно можно разблокировать банковскую карту. Нет, Саш, там немного другая технология. Дело в том, что ученым из Гонконга удалось создать систему, которая может распознавать движение губ человека. Устройство с такой системой можно будет разблокировать, произнеся пароль. Вот, например. 1, 6, 8. Вот, пожалуйста. Ах, нет, ну это плохая система разблокировки. Почему? Ну, потому что по пятницам никто не сможет это сделать. Ну, вот, например, смотри. Телефон. 1, 8, 7. 1, 8, 7, 4. Ну, ладно, значит, в пятницу просто нет смысла брать телефон с собой. Почему? Есть же прекрасный телефон. Кнопочный! Да, точно. А лучше еще и этот, дисковый. О, вот это тема. Доставь. Ну, а больше смешного в нашей следующей рубрике. Смотрим. Впереди выходные. И в пору задуматься о вкусных семейных обедах. Правда, некоторым перед тем, как готовить, нужно заранее вызывать пожарных. Это как надо? О, боже. Господи. Я не кричу. Что делать? Юра, воду! Юра, заливай водой! Решили приготовить пиццу? Берите в помощники детей. Я качаю. Не доверяйте блондинкам взбивать крем. Правда, блендер не так страшен, как тостер. Даже если еда готова, ее нужно правильно подать. И уберечь от нежданных гостей. Если все же вы решили пойти в ресторан, выбирайте талантливого повара. А не веселого. И напоследок совет владельцам ресторанов. Правильно подбирайте персонал. Приятного аппетита и вкусных блюд. До встречи. И последняя хорошая новость на сегодня. На выходных переводим часы на летнее время. А именно на час вперед. Что тут хорошего? Это же на час меньше спать будем. Хорошее здесь то, что это приближает всех нас на один час. Концертом дизель-шоу во дворце Украина. Которые пройдут 20 и 21 апреля. Как я выкрутился, а? Красавчик. Ну а сегодня все по графику. В 21.20 на ИСИТВ. До встречи. Увидимся. Слушай, может, давай переведем часы на месяц вперед и сразу хлоп и концерт, а? А может, пойдем порепетируем для начала? Иди репетируй. Между нами метает лед. Куда можно идти? А сегодня никто не найдет. Вот и порепетировали. Репетира, вот пойдем. Подписывайтесь на YouTube-канал ФанАйСиТВ. Подписывайтесь. Ну давай так, как будто ты миллион долларов выиграл. Подписывайтесь на канал YouTube ФанАйСиТВ. Я просто должен миллион двести. Я понял. Подписались? Подписывайтесь на канал.